Давным-давно на одну крестьянскую ферму пробрался голодный волк. Он попытался поймать себе на обед ягнёнка. Давай, давай, чик-чик! Иди сюда, маленький ягнёнок! Ко мне, овечка! Овечка, овечка! Но когда волк подобрался поближе, его заметил пастух и крикнул своего сторожевого пса. Султан, чего расселся? Но султан был настолько старый, что еле-еле бегал. В итоге пастух оказался быстрее и сам спас ягнёнка от волка. На следующее утро муж и жена хозяева фермы стали вспоминать, сколько же лет их старой собаки. А волк, который не оставил мысли похитить ягнёнка, стал их подслушивать. Мы зря одержим этого пса. Только корм переводим. Собака должна защищать дом и хозяйство. Да, ты прав, но ведь... Пора выгнать этого пса на улицу. Если из-за него мы потеряем ягнят, нам будет не на что жить. Когда старый султан услышал такие слова своего хозяина, он очень расстроился. А у волка появилась необычная идея. Эй, ты, старый пёс. Успокойся. Я здесь не ради ягнят. На этот раз я пришёл за тобой. Как? Как это? За мной? Ты что, собираешься съесть меня? Да нет. Твои хозяевы собираются вышвырнуть тебя из дома. Но у меня есть отличная идея, как сделать тебя героем в их глазах. Старый султан заинтересовался предложением волка. Завтра, когда ты выведешь овец спастись, оставь их и спрячься куда-нибудь. Я сделаю вид, что собираюсь похитить ягнёнка. Затем... Что? Нет. Да нет, нет. Я только притворюсь, что краду ягнёнка, а потом верну его тебе. Тогда ты сможешь отнести его своим хозяевам и снова станешь охранником. А ты... ты не обманешь? Взамен ты дашь мне несколько цыплят, и мы будем квиты. Султан принял предложение волка. Утром фермеры, как обычно, повели ягнят пастись. И через некоторое время султан ушёл. Ты видела султана? Нет, он вроде бы был где-то поблизости. Мне надоел этот бесполезный старый пёс. Тем временем султан отогнал одного из ягнят подальше от остальных. Оставшись один, вдали от стада ягнёнок в страхе задрожал. А из-за куста внезапно выскочил хитрый волк. Иди сюда, мой ягнёночек. Теперь ты мой, я тебя съем. Волк подкрался к ягнёнку, но не успел он сделать очередной шаг, как земля под ним провалилась, и он упал в глубокую яму. Брррр, что происходит? Что такое? Вытащите меня отсюда! Старый султан подошёл к яме и посмотрел вниз на испуганного волка. Привет, старый пёс. Как тебе мой новый трюк? Ты думал, я поверю слову волка? Я всегда был верен своим хозяевам. Я бы не пожертвовал ради тебя ни ягнёнком, ни курицей. Султан громко залаял и позвал своих хозяев. О, султан, молодец! Ты поймал волка и спас всех наших ягнят. Хороший мальчик, хороший мальчик. Султан, как ты это сделал? Хороший мальчик, старый пёс. Умница! Да, султан был очень старой, но мудрой собакой и смог перехитрить волка. Ночью он вырыл глубокую яму и прикрыл её листьями, чтобы сделать ловушку. И с тех пор хозяева султана зауважали его, а в помощь ему взяли щенка по имени Хэнк, чтобы помогать с овцами. Султан обучил его всем премудростям охоты на волков и научил защищать свою семью, так же, как сам султан. Несмотря ни на что, всегда будь верным псом! Парф, 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 Парф! Парф, 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 Парф! Адвиз Grey Baba Субтитры подогнал «Симон»